Считаете ли вы, что ваша жизнь каждый день наполнена интересными делами? Еще как. Лошадей, которые плохо тянут, следует бить или… Антон Луфович, я прошу прощения, но время выходит. Я хотела узнать, все ли в порядке. А зачем бить лошадей? Тест вызывает какие-то затруднения. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Антон Луфович… Нет, тест затруднения не вызывает. Я была категорически против, чтобы вы тест проходили сегодня. Но руководство настояло. Какая разница, когда? Я знаю, как отвечать на вопросы, я это уже проходил. Они вас раздражают? Нет. Вы считаете, это профанация и потеря времени? Нет, не считаю. Ну, что вы смотрите на меня? Ну, да у меня трясутся уроки. В детстве меня пугали поступки членов моей семьи. В школе меня выгоняли с уроков за плохое поведение. Меня мучает бессонница. И еще много-много чего. Но на вопросы вашего дебильного теста я отвечу так, как надо. Так что не волнуйтесь. А я и не волнуюсь. Я волновалась бы, если бы сотрудник МВД после пережитых событий был абсолютно спокоен и не раздражен. Вы выражаете вполне ожидаемые эмоции. Другое дело, что вы не позволяете себе их не контролировать. Это непрофессиональное, конечно, влияет на общий результат теста. Проблема не в том, что вы не сможете пройти тест или полиграф. Проблема в том, что вы нуждаетесь в профессиональной помощи. Я предлагаю вам компромисс. Вы продолжаете работать. Но несколько раз в неделю вы приходите ко мне, назовем это беседой. И только после этого я смогу дать заключение. Я уверена, что так и было. Добрый день. Вы можете рады, что вместе со всеми меня отстранили. Одной проблемой меньше. Подождите. Подождите. Тест вы прошли хорошо. Полиграф тоже. И в мою задачу не входит помощь руководства по очистке управления от неудобных сотрудников. Единственная моя задача. Я очень хочу вам помочь. Пожалуйста, приходите на эту неделю. Ты когда последний раз в отпуске был? Добрый день, Антон Олухович. А мы вроде с вами на сегодня не договаривались. Мне нужна ваша помощь. Мы почти сорок минут молчим. Я не знаю, с чего начать. Ну, давайте я попробую, а вы со мной согласитесь или нет. Вы недавно пережили стресс и тяжелую психологическую травму. Кроме этого, есть обстоятельства, которые усугубляют ваше состояние. Внутреннее расследование – дело Кирилловой. Плюс ваш вынужденный отпуск. Отстранение. Вопрос решается. Приказ еще не подписан. Вы боитесь сорваться и снова начать пить? Боюсь. И поэтому пришли? Да. Нет. Нет, не поэтому. Можно вас на минутку? Ну, смотрите улицы. Люди едут в машинах. Люди работают в офисах. Люди живут в квартирах. И вам действительно кажется, что ваша проблема так сильно отличает вас от остальных? Да. Да, кажется. Вы знаете… Когда пять лет назад у меня погибли муж и сын, мне казалось, что моя боль самая большая. Я и мое горе самое сильное. При этом профессионально. Я все прекрасно понимала, что со мной происходит. Но… Сделать ничего не могла. Были самые страшные мысли. Какое-то время я пролежала в больнице. Вы просто выпали из своей привычной колеи. И вас пугает эта новая реальность. И именно поэтому она приобретает для вас разные формы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Антон Улафович, я вас очень прошу приходить только в часы приема. Я не могу каждый раз все бросать и заниматься только… Она все время брала мне. Все время. Вы принимаете таблетки, которые я вам рекомендовала? Да, я принимаю. И сегодня пропустил. Я не могу вам помочь. Вся наша встреча становится бессмысленной. Вы сами разрушаете себя, понимаете? Семь лет! Вот так же, как вы сейчас! Она все время была рядом со мной! И врала! Каждый божий день она мне врала! Мужские истерики – не самое приятное зрелище. В такие моменты не могу быть один. Извините. Но я не скорая помощь. Особенно в те моменты, когда вас раздирают приступ самой банальной ревности. Что? Ну, признайте себе уже, что она для вас не просто коллега и друг. Я отбыл в друг. Ха-ха! Да. Я Папова Дагеева. Так что самое реальное для Рыбина сейчас 12 лет за попытку убийства группы лиц Это еще не считая покушения на жизнь сотрудника полиции Я должен помочь этому парню Боже мой, какой ужас Где вы это нашли? В архиве военкомата Простите Я знакома с врачом, который лечил его после плена Я могу с ним связаться С экспертизой я тоже вам помогу Но состояние патологического аффекта Это требует очень крепкой доказательной базы Я все сделаю Очень хорошо Давайте Не надо, я все еще пока могу сама А почему вы в Кисловодск в этом году не поехали? Сначала студенты, потом симпозиум, потом... Сама знаешь, кто у нас клиентом был Журналисты с утра до ночи под окнами торчали Что вы все пристали? У меня банальный артрит, а не деменция Я еще повоюю Че такая худая? Я? Да нормальная В Карпову на терапию ходишь? Софья Акина, со мной все в порядке Если вы не можете помочь Рыбину, скажите сразу, я пойду Федорову ты пойдешь И он поставит твоему Рыбину шизофрению и будет прав У него нет шизофрении Я была на допросах Случай интересный Тебе для кандидатской надо? Да А ты изменилась, Надя Ты ведь не просто так пришла Ты все просчитала и выбрала меня Потому что я отказать не смогу Это не совсем так Вы же знаете, для меня это тоже травматично У тебя друг детства Вернулся инвалидом, но живой А у меня единственный племянник Которого мы выкупить из плена не смогли Софья Яковлевна Я правда ничего не просчитывала Мне просто показалось, что вы должны понять Следователь кто? Паршин Вася Ладно Привозите завтра своего Рыбина Добрый день Не ожидала вас увидеть Сегодня время приема А А я думала, вы как лидерный поезд Приходите по своему расписанию В детстве Моя бабушка Лотта Это бабушка по отцовской линии Праздником всегда пекла Булочки с корицей Меня до сих пор мучает вопрос Где в этой богом забытой Сибирской деревне Она брала корицу Вы хотели поговорить со мной О чем-то другом Я вас слушаю Давайте бросим эту игру, врач, парней Я приглашаю вас в кафе Я вам отказываю Это может помешать нашему процессу О, да Да, конечно Конечно Процесса это главное Да Мы возвращаемся в детство Моя бабушка Прасковь Захарина Это бабушка по отцовской линии Вот она Когда солила помидоры Она почему-то для засола Откладывала Такие Зелененькими боками А Красные Она подавала на стол А в какое кафе Вы хотели бы позвать меня Не знаю Просто хотелось бы поговорить с вами где-нибудь в человеческом месте На следующей неделе у меня будет свободное время Очень хорошо Моё приглашение в кафе в силе Пойдемте пообедаем Я дошел до точки А дальше Не могу идти Мне нужна помощь Не профессиональная, нет Скорее Человеческая Дружеская Если хотите Если вас это обременяет Как-то это давайте Я готов поболтать на любые другие темы Тут лучше и кофе варят в Москве Так говорят Подождите Я правильно вас поняла Вы не можете идти дальше Или не хотите Не хочу Первый раз в жизни Вы боитесь узнать что-то Что-то плохое? Плохое не до слова Это опасно? Плохое Причувствие плохое Знаете, да, у Фауста Две души живут во мне И обе не владают друг с другом И вот одна моя часть Говорит мне остановись А другая ваша часть Хочет дойти до самой сути Помните, когда мы только начали с вами терапию У вас было много сомнений И именно они вызывали Такие состояния, которые вас тревожили Но потом, когда вы Стали идти уверенно в расследовании И вам стало легче Правда ведь? Мой совет Как вашего психолога Идите до конца А не психолог? Мне за вас страшно И это хорошо Столько жильцов понаехало Припарковаться негде Здрасте Здрасте Я пойду, уже пора мне Да-да-да, сейчас вы пойдете Только все собрались А вы пойдете Сейчас отмечать будем У меня, у меня утка в духовке Какая премьерность А это что такое? Это отловая Так давайте новоселье отмечать Сурен, помогите, пожалуйста Возьмите Идите за мной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому